Итак, позавчера состоялся музыкальный конкурс «Две звезды», который традиционно проходит в рождественский вечер в Саха-цирке. Отметим, что в этот раз было выявлено лишь два победителя. Обладатели гран-при и приза зрительских симпатий. Трудом-трудом и безоговорочную победу в этом музыкальном состязании одержали Ильяна Павлова, актриса Саха-театра и композитор Семен Чинянов. Сегодня они у нас в гостях. Доброе утро! В первую очередь, конечно же, примите наши самые искренние поздравления. Скажите, вообще вы ожидали, что одержите победу? Нет, если честно сказать, нет. Но, конечно, настраивались. Все равно надежда была, даже загадывали. Было же, да, года. Нет, не то, что гадали, под подушку же надо было семь желаний, да? А-а-а! Скажите, а-а-а! Но все-таки изначально было подарить праздник. Хорошее настроение. А как вы думаете, чем вы поразили членов жюри? Почему вы стали победителем? Ну, нескромный вопрос. Не скромный вопрос, да. Ну, не знаю. Мне кажется, мы очень готовились к этому. Да, мы серьезно подготовились. Да, серьезно подготовились. Все было очень тонко. Дело в том, что у нас как раз вот Арлекин и Пьеро. Ага, вот два неразлучных... Образа. Образа, да? Ага, друзей. И как раз вот получается так, что Арлекин всегда... Ну, мы хотели больше сделать такое театрализованное шоу. Кстати говоря, насчет шоу. Вот вы кого-то приглашали, да, чтобы вам помог поставить. Это получился даже немножко спектакль, же мини-спектакль. Ну, там режиссер сам, Сергей Васильевич. Сергей Васильевич очень помог. Помогли нам вот именно коллектив цирка. И еще хочу добавить, да, насчет костюмов. Ага, ну... Да, Саха-театр нам, где я работаю, предоставил у нас костюмы. Потом за два дня хочу... Поэтому поблагодарить двух наших работников Саха-театра. Наталью Белюкину и Евдокии Сафронову. Они мне за ночь шили этот костюм, который в поэтках был. Вау, вау, здорово. А вот подготовка не за ночь и все проходило? Как долго вы готовились? Как долго вы готовились, да? И где вы их готовились? Ну, мы готовились в студии. Ага, да. Ну, мне позвонили... Ну, было так, что мне позвонили и сказали, будете принимать участие Дверь Звезды. Организатор Нью-Гиана Васильев позвонил. И говорит, вот, а с кем Петя? С Ильяной Павловной? Актресса с хотят. О-о-о-о. Я раньше участвовал и вообще всей душой болею за этот конкурс. Я в 2016 году принимал участие уже. Поэтому как-то я сначала подумал, потом сказал, ну, попробуй. Кстати, вот говоря, да, насчет вот... Я знаю, да, что партнера, партнеры не выбирают. Их назначают организаторы, да, конкурсов. Первые мысли, вот, ну, первые мысли Семена мы уже узнали, да, Ильяна, вот, что вы почувствовали, что вы подумали, когда узнали, что вы будете петь вместе с Семеном? Или вы выбирали его сама? Как-то так получилось. Дело в том, что Нергеяна Васильева, руководитель, да, проекта, она мне сразу сказала, ну, вот, с кем бы ты хотела спеть? Она меня спросила. Ну, я сама тоже задумалась, я точно не знала, но потом кто-то был на гастролях. И сразу Чинянов Семен. Я была поклонницей, признаюсь, да. И, ну, я как человек тоже театральный, творческий, да, и у меня сразу вот так мысль промелькнула, да, так, я уже увидела в глазах, как это все должно быть, у нас как бы фактура, да, и как-то надо это обыграть. Обыграть, да. Ага, как-то, и мы хорошенько посоветовались, и оказалось, что Семен сразу тоже пошел навстречу. А почему выбор пал именно на эту песню Орликина? Довольно-таки сложное исполнение этой песни же. Ну, вообще, это, вообще, классик. И по жанру, да, дело в том, что песня вообще гениальная, такая, и фактура песни, и вообще тут надо и эмоционально, и вокально все это тянуть. Это он сам как спектакль, там все нужно. И все у нас получилось. У Ильяна вообще голос шикарный. Нет, я на самом деле испугалась. Хотя, да, мы даже хотели миллион Алых Рост тоже, да. Потом все-таки Орликина. Я испугалась. Все-таки это очень большая песня Аллы Пугачевой. Вообще она не очень интересна. Но дело в том, что, ну, как сама Алла Пугачева говорила, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Мы, конечно же, хотели вас попросить сегодня в нашей студии исполнить эту песню, но все-таки без костюма, без антуража. Как-то вот, да, нужно было смотреть позавчера, да, в цирке. Поэтому, Семеном, мы попросим вас исполнить что-то вот из другой оперы, как говорили, да. Я сегодня исполню свою авторскую песню. Я хочу поздравить всех с Новым годом, с Рождеством, наступившим. И про нашу зимушку. Да. Песня называется. Мы вас просим, она называется. Идана про зимнюю ночь. Мы вас просим. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Увидимся завтра. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!